Водяная плёнка При скорости в 100 км в час она может откачивать более 6 литров воды в секунду, сохраняя сцепление с дорогой. Хорошо? Но как она устроена? Анатомия шины проста. По крайней мере, на первый взгляд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта резиновая камера представляет собой сложную конструкцию из более 120 различных материалов. Вместе они придают ей упругость, устойчивость и цепкость. Однако именно канавки на протекторе превращают шину во вращающийся насос, способный откачивать огромное количество воды. По всей окружности шины проходят четыре продольные канавки и пересекают ряд более мелких перпендикулярных канавок. Создаваемые этими канавками пустоты на поверхности протектора позволяют откачивать воду и поддерживать цепление шины с дорогой. Двигаясь по влажной поверхности, шина собирает воду в волну. Эта волна существует всего доля секунды и быстро разбивается колесо. Это самый опасный момент. Вода проникает в бороздки, заполняя свободное место. Если немедленно от нее не избавиться, может сформироваться водяной клины, колесо потеряет цепление с дорогой и начнет скользить. Но под давлением машины шина превращается в водяной насос. Тоны железа оказывают огромное давление на шины, канавки и находящуюся в них воду. Вода не сжимается. Когда занимаемое ею пространство сужается под действием давления, воде приходится уйти. Это задача перпендикулярных канавок. Они соединят главные канавки с краями шины. Под давлением машины вода вырывается из шин через боковые канавки. 30% объема воды, попадающей в шину, откачивается. Остальные 70% попадают в основные канавки на тот короткий отрезок времени, пока эта часть шины соприкасается с дорогой. При скорости в 100 км в час этот отрезок очень мало, 1,5 доля секунды. Затем эта вода также выбрасывается из шины. На этот раз сзади. Таким образом, под давлением машины шина превращается в быстро эффективный водяной насос, способный откачивать 6 литров воды в секунду из-под машины, которая движется на скорости в 100 км в час. С помощью четырех таких насосов мы могли бы наполнить 12 ванн за минуту. Но будьте осторожны. Чем быстрее движется машина, тем менее эффективны насосы. Чем быстрее вращается шина, тем меньше времени ее контакта с дорогой. И тем меньше у нее времени, чтобы откачать воду. Поэтому во время проливного дождя, чтобы не перегрузить шины, стоит притормозить хотя бы чуть-чуть. При скорости в 100 км в час шина откачивает впечатляющие объемы воды. 6 литров в секунду. Это 12 ванн в минуту. Один бассейн в час. Но при условии, что она не слишком изношена. Если протектор изношен, его водоотводящие канавки становятся все менее глубокими и менее эффективными. Но благодаря конструкции этих канавок и давлению на них машины, шины в хорошем состоянии, невероятно эффективные насосы, которые заслуживают нашего восхищения.